всем привет сегодня видео про моторное масло можно смешивать нельзя в общем-то это тема его уже избитая вся на днях видел два видео новых на ю тубе выходила от достаточно популярных каналов ну и мне тоже написали по этому поводу вопрос можно смешивать или нет вот но это скорее всего пишут новые какие-то автомобилисты новые смысле молодые ребята которые наверное еще не в курсе сразу скажу можно и собственно как все не буду там рассказывать всю всю канитель вот эту то расскажу несколько моментов чтобы как бы расставить все точки над и ты чтобы сильно голову не забивать значит по смешивание масел когда-то давно считалось что все производители масел делают масло в общем-то сами вот потом всплала такая информация что производители покупают так называемым базовое масло и уже добавляют какие-то присадки вот базовое масло делают всего четыре производителя ну по крайней мере раньше так было 44 производителя которые делают базовое масло значит вот эти все производители наши уже именитый до которые разливают по канистрам они это базовое масло покупают и добавляют присадки опять же считалось какое-то время что у каждой фирмы более-менее хорошие свои присадки какие-то да они их добавляют какие-то такие запатентованные лицензионные свои собственные поэтому у них масло более лучше чем у конкурентов прошло какое-то время оказалось что и присадки тоже они сами не делают вот а покупают эти присадки значит на стороне вот тоже не так много заводов которые эти присадки производят и вот в итоге значит какой-то фирме который до разливает в канистре приходят базовое масло приходят присадки вот они все это смешивают и разливают свои канистры нам продают опять же маркетологи вот этих всех этих фирм придумали следующую такую небылицу что да мы покупаем базу мы покупаем присадки но мы присадки не жалеем их там льем больше чем все остальные у нас там свои какие-то пропорции которые мы добавляем и типа наше масло лучше дороже так далее вот но здесь тоже вранье в общем-то маркетологов больше какого-то определенного количества присадок добавить масло в базовое нельзя потому что получится уже жижа и в итоге сейчас мы пришли к тому что все вот эти производители они покупают масло практически все у одних и тех же поставщиков причем допустим возьмем любую фирму там мобил например или шел они могут покупать масло сначала в одной компании до базовая там через месяц сделать закупку другой вот и у них вот эта партия до масло произведенного один месяц может быть база 1 2 месяца другая то есть у них постоянно то тут все меняется вот поэтому если вы даже берете масло допустим shell которое было произведено в двадцать первом году и то же самое масло то там допустим полу синтетика 10 в 40 которая произведена была в этом году или даже в прошлом в другом месяце они могут быть совершенно разные то есть у них может быть совершенно разная база при этом вы же смешиваете не переживаете поэтому никаких опасений быть на этот на этот счет не должно вот тем более есть американские стандарты европейские которые говорят что масло производимое оно должно смешиваться не вызывать никакого не вспенивания не отложения осадками расслоения ничего ну и соответственно когда вы меняете масло когда переходит с одного масла там с одной фирмы на другую либо автомобиль купили бушный да там хозяин не известно что до вас лил в этом меняете на свое какое-то масло соответственно старое сливаете в автомобиле остается в любом случае еще там пол литра литр старого масла вы заливаете свое да там синтетика полу синтетика минералка там неважно при этом у вас ничего не случается же вот вы спокойно пользуетесь хотя по сути получается что процентов 20 смешивается со старым маслом ну вернее с 20 процентов где-то старого масла остается можно смешивать не только два масла там и 34 разных масла нежелательно конечно все это но в принципе проблема особо это не должно вызвать никакой вот единственная проблема может случиться там то есть какое-то вспенивание расслоение масла это если вы купите какую-то подделку с учетом того что сейчас цены до в три раза масло подорожало вот то есть подделку купить ближайшем будущем будет просто не проблема то есть в том плане что подделок станет намного больше масла практически все сейчас плюс-минус одинаковые и вот эта разница в цене это именно в общем-то основная разница почему в цене вот это заключается это минералка до полу синтетика синтетика то есть вот этот разделение цен ну и по брендам соответственно какой-то бренд вкладывает в рекламу больше денег какой-то меньше если больше там цена дороже к примеру плюс да какие-то транспортные расходы вот масло допустим там с америки грубо говоря будет дороже у нас здесь вот чем европейская или тем более наша потому что его это сдалека надо вести то есть я к тому что вот этот аргумент что масло дороже значит она лучше она здесь не особо работает сейчас кстати говоря даже уже по нынешним ценам и лукойл очень даже при привлекательное масло многие кстати спокойно его льют у меня например отец льет лукойл автомобиль уже сколько проехал получается автомобиль 2004 года то есть 18 лет но за эти 18 лет проехал также как я там равен 150 тысяч вот все все время лил лукойл причем он его меняет 15-20 тысяч вот машину него на газу вот то есть проезжает 15-20 тысяч тогда меняет при этом в принципе как бы ну не в принципе а при этом движок у него в общем-то работает и поломок никаких не было по движку единственное что он делал это один или два раза менял прокол прокладку головки ну тут с маслом вряд ли связано на этом в принципе все коротенько видео такое в общем мое мнение что масло смешивать можно сам тоже смешивал то есть проблем никаких это вызвать не должно то и такое же мнение эксперты в общем-то высказывают так что при необходимости можете легко смешать какие-то масла даже если вы не знаете что это за масло единственное как я вам сказал главное чтобы не было поддельным маслом в остальном если приспичило то смешивайте не бойтесь вот ну конечно по хорошему по хорошему лучше конечно пользоваться одним маслом иметь какие-то запасы но если не получилось или в дороге то никаких проблем в этом нет вот на этом все если видео было полезным подписывайтесь жмите пальцы вверх на этом все всем пока